На 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и сегодня напротив меня наш постоянный эксперт Азиз Агаев. Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Ну что же, наверное, начнем мы с ухода министра финансов и зампредседателя правительства Кировской области Елены Ковалевой. Это было ожидаемо? Нет. Некоторые эксперты говорили, что Ковалева покинет свой пост после того, как будет сверстан бюджет на 2017 год. Я считал, что любой компетентный руководитель, наверное, бы держался такого компетентного сотрудника. То есть это большой специалист по бюджету и финансам, имеющий не только колоссальный опыт, но и достаточно сильные знания. Это принципиальный специалист по бюджету и финансам. И несмотря на то, что у нас говорят, что незаменимых людей нет, но найти замену такому специалисту будет достаточно сложно. Я думаю, что таких людей, в том числе и в России, немного. А вот мне интересно, почему? То есть я думаю, что Елену Васильевну очень сложно назвать человеком белых или вообще в принципе чьим-то человеком. Она работала и при шаклеянии, и при белых, и там всегда очень выдержанно. Она была принципиальна. Она практически всегда стояла на страже бюджетов финансов. Вот почему? Не знаю. Похоже, как в пиратских фильмах, видимо, в фильмах, всем, кто работал с Никитой Белых и с ним сотрудничал, выданы черные метки. Потому что, ну, посмотрите, что происходит там. Ну, хорошо, Ковалева. Очень сильный специалист. Очень жаль, что это произошло. Давайте посмотрите. Я вчера, значит, про Измайлова узнал. При том, что в России наше образование, образование Кировской области очень сильно котируется. Мы находимся чуть ли не на втором, не на третьем месте по уровню образования. Значит, отправлять в отставку, например, там, Измайлова, вот, это вообще совершенно неправильно. Ну, вопрос, например, с Галецких Александра Александровича, да, которого мы тоже знаем, великолепного специалиста, большого специалиста, руководителя. Ну, можно тут еще говорить. То есть, есть люди, об уходе которых не сильно, там, может быть, и жалеешь иногда, там, да, но... Есть люди, об уходе которых жалеешь реально. То есть, конечно, мы не считали, ну, я лично не считал Мачехина большим, значит, ну, самым, самым сильным, скажем, руководителем группы консультантов, но уверен и всем наверняка очевидно, что Ивонин на этой должности, если это он будет, или если он уже есть, очевидно, будет слабее, чем Мачехин. То есть, если мы идем по пути ослабления, так сказать, кадрового состава правительства в области, не просто замены, там, да, но это говорит о том, что, да, видимо, все, кто так или иначе прямо не конфликтовал, значит, все, видимо, имеют черную метку. И вот с этой меткой не знаю, как они теперь на территории области, бедные, несчастные, будут работать. Но, с другой стороны, это достаточно, если это так, то это достаточно нехорошая ситуация. Ну, я бы сказал, постыдная для вятча, для вятских жителей нашей Кировской области. Как Вы считаете, имеет ли, там, я не знаю, имеет ли право, да, и имеет ли возможность, например, бизнес, представители бизнеса, там, выражать свое отношение к кадровой политике и будет ли на это реакция? Мне, честно говоря, после, значит, после небольшой, как это сказать, я выступал на правлении торгово-промышленной палаты и пытался ряд, с моей точки зрения, принципиальных вопросов задеть. Я правильно понимаю, что Васильев был на этом же правлении вятства торгово-промышленной палаты? Очевидно, была неготовность услышать губернатора, значит, какие-то вещи, ну, может быть, по каким-то, может быть, я себя не снимаю, как бы, в этой ситуации, там, ответственность, да, может быть, не теми словами формулировал, скажем, может быть, не тем тоном говорил, значит, то, что я должен. был там сказать, но шаги, которые предпринимаются, конечно, я знаю, что бизнесу, общественным организациям бизнеса был задан вопрос, кого вы видите на должностях, там, и так далее, и так далее. И общественная организация бизнеса свое мнение по тем или иным позициям высказывает. Но вот мое мнение, они не были учтены. А вот вы сказали, да, сейчас, что сформулировали несколько тезисов к Васильеву, вы можете нам это сказать? Что конкретно? Ну, у меня есть письменные выступления, я могу, как бы, его и Вам, но озвучить, пожалуйста. Ну, ты, естественно, да. Я говорил о том, что действия власти должны быть предсказуемыми, значит, бизнес должен знать, куда и как идет правительство. Я говорил о том, что я сказал, что предпринимательство, оно будет так или иначе при любых условиях заниматься своим развитием, но если мы хотим, чтобы это развитие шло максимально на благо Кировской области, что этим развитием надо аккуратно управлять в интересах области, имеющимся методами. Я говорил о том, что бизнес должен знать, значит, так или иначе, налоговые обязательства, налоговые издержки бизнеса должны быть предсказуемыми. Я говорил о том, что, значит, что у нас не новая власть, а просто новые люди во власти, и есть ли какие-то были обязательства и договоренности у правительства. Не лично у кого-то с кем-то, а именно как у правительства перед бизнесменами по строительству тех или иных объектов, по тем или иным проектам, то нужно проинвентаризировать их и обязательно дать бизнесу знать, что эти объекты и проекты, что касается школ, каких-то центров и так далее, будут выполняться и как они будут выполняться. И, конечно, мне не нравилось распределение, о чем я тоже сказал, распределение полномочий между заместителями. И тогда я сказал, что мы любим и уважаем Ковалеву, как большого специалиста по бюджету и финансам, но я не представляю, чтобы Ковалева занималась экономическим развитием Кировской области. Ну, она этим не занималась никогда. Поэтому и одно из главных предложений, которое мне не совсем удалось, так сказать, озвучить, оно было таким, что у нас должна быть площадка, которой до сих пор нет. Потому что и эта власть, на мой взгляд, тоже смотрит на общественные организации бизнеса, как на обслуживающие ее интересы организации, а не на обслуживающие интересы бизнеса. То есть у нас должна быть площадка, где должен идти равноправный диалог, равноправный диалог. Три раза это скажу, могу еще раз сказать, это очень важно. И все предложения бизнеса должны либо с доработкой, или если они нужны, приниматься, либо аргументированно опровергаться. А не молча, ну вы тут выслали нам свои предложения, мы посмотрим, если нам понравится, мы включим. Но не понравится, вы даже не достойны того, чтобы вам там ответили. То есть должна быть какая-то обратная связь в любом случае. Аргументированная, не обратная связь в любом случае. Не пошли вы своими дурацкими предложениями, а аргументированная, в том числе с какими-то обоснованиями. То есть надо прекращать такие вещи, как направление писем каких-то. Вот рассмотрите этот законопроект срочно, без обоснования. А почему вообще этот законопроект появляется для обсуждения бизнес-сообщества, например. Чтобы мы понимали, для чего это делается. То есть каждый законопроект имеет свои цели или каждое предложение. Ну то есть вот такого рода, собственно говоря, предполагалось. Азиз Алиевич, я хочу, чтобы вы рассказали, какой была реакция Васильева на ваши тезисы, ваши предложения. Но нам это придется сделать после перерыва. Я напомню, это особое мнение Азиза Агаева. И буквально через минуту мы вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». У микрофона Юлия Афанасьева. И у меня в студии все так же Азиз Агаев, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум». Мы продолжаем. Азиз Алиевич, в первой части программы вы сформулировали тезисы к Васильеву, которые озвучили на Совете Торгово-промышленной палаты. Скажите, пожалуйста, была ли конструктивная реакция? Увидели ли вы это? Ну, к сожалению, на этом управлении... Это мой взгляд, потому что у других людей может быть другой взгляд. Но я не увидел конструктивной реакции. Но то, что я говорил, оно... Понятно, что я не самый удобный собеседник для власти на самом-то деле. То есть очень часто вызывает раздражение то, что я говорю. Я это понимаю. Но мне кажется, что предмет для обсуждения есть. Потому что то, о чём я говорил, он... Вот эти принципы, они позволят мне несколько стабилизировать ситуацию. Ну, то есть сделать так, чтобы бизнес не стал в позу в ожидании. То есть бизнес должен понимать, в каком направлении будет двигаться правительство в области. Можно всё, что угодно делать, но пока нам не ясна цель. То есть цель именно... Куда мы идём? Куда мы идём. Да, ну можно говорить, да, мы идём, там у нас не будет бюджетного дефицита, условно говоря. Бюджетный дефицит или его наличие – это один из показателей стратегического развития. То есть если... Но в каком направлении и как мы будем развиваться, на эти вопросы ответы должны быть. Понимаете? То есть поэтому и в этом направлении нужно с бизнес-сообществом взаимодействовать. То есть всем должно быть ясно, вот пришёл новый человек во власть. Ещё раз подчёркиваю, не новая власть, а просто новый человек пришёл во власть. И сколько он поработает, как бы, вот, плодами того, что он сделает, успеет там воспользоваться на территории Керской области. Не успеет, это большой вопрос, да. Но, видимо, каждый человек, каждый мужчина хочет сделать что-то, чтобы получить какие-то достижения. Но чтобы получить какие-то достижения, да, мы должны знать, а в каком направлении-то, а где эти достижения, куда мы идём? Азис Алиевич, если возвращаться к кадровой политике, вот, есть такое ощущение, что всех разогнали, половину вопросов не передали никому, а у вас нет ощущения, что там, не знаю, нас собираются присоединить к какому-нибудь из соседних регионов, к Нижнему Новгороду, к Татарстану? Азис Алиевич, ну, вот, если так дальше будет получаться, происходить, такое ощущение не то, что есть, а есть ощущение... — То есть, да, как объяснить вот всё то, что происходит? — Не потеряем ли мы, вот, вопрос возник, не потеряем в этой ситуации, мы управляемость, так сказать, процессами, да, потому что одними окриками и, там, показной строгостью ведь, ну, не достигается управляемость, да, ну, всё-таки нельзя, там, рубить сходу и таких специалистов, как, там, Ковалёва, например, он, не знаю, может быть, у них какие-то компроматы на неё есть, я-то ведь этого не знаю, но я пока сужу так, как есть, да, то есть, вопрос управляемости, вот для меня, как специалиста по управлению, важен вопрос управляемости, потому что те, значит, кадры, которые прекрасно делали свою работу, и мы назовём последних двоих, например, да, то есть, это и Ковалёва, и Измайлов, например, ну, для меня, вот, даже слов не нахожу, что сказать, да, то есть, эти кадры очень позитивно влияли на управляемость процесса, то есть, они позитивное влияние оказывали. Вот кто теперь это будут люди? Я понимаю, что есть в департаменте финансов есть молодые люди, которые, там, выросли, я их сам знаю, вот, в образовании в меньшей мере, там, ну, если управляемость будет потеряна, конечно, какой вариант останется? Вот, присоединить куда-нибудь, к какому-нибудь богатому региону, чтобы, вот, не видеть эту, вот, депрессивную, там, депрессивную Кировскую область, да, центральную власть, не знаю, это ли цель, ну, это самая невероятная из всех целей, которые, так сказать, могут быть, но в России ничего невероятного не бывает. Да, надо не забывать, где мы живём. Вот, Азиз Алиевич, в последнее время активно обсуждается тот факт, что наш регион не рассчитался по бюджетным кредитам за 15-й год, именно поэтому мы пока не можем рассчитывать на новые займы, здесь и Дмитрий Русских в этой студии многое об этом говорил. Вот, как Вы считаете, о чём говорит то, что мы не рассчитались? Как это скажется на состоянии региона и скажется ли вообще? Ну, если мы с кем-то не рассчитались, это говорит, значит, о том, что у нас туго с деньгами. Всё плохо. Да, плохо с деньгами пока. Нет, не всё плохо. Я не согласен с этим. Потому что у нас есть золотой фонд, у нас есть масса предпринимателей, которые, несмотря ни на какое плохо, прекрасно делают своё дело на территории Кировской области. И многих из них Вы знаете. Поэтому, нет, всё неплохо, потому что пока есть эти люди, вот этот золотой фонд, всё плохо у нас не будет. Но в данном случае плохо с деньгами. Вот. А почему плохо с деньгами? Значит, потому что правительство плохо, значит, управляет экономическим развитием территории. Ну, плохо управляет. И сегодня нет управительства плана, как управлять экономическим развитием. Потому что, я даже не знаю, судя по распределению, которое я в прессе читаю, да, обязанностей там, кому что поручено. Но и сегодня нет человека, который реально занимается стратегией развития и планом развития территории. Который понимает и может говорить чётко и отчётливо, в каком направлении будет область заниматься и где будет зарабатывать деньги. Деньги можно зарабатывать. Мы с вами, давайте, вот, что делает обычно, значит, власть, которая не очень понимает, как развивать. Он начинает поднимать, значит, налоги. То есть, можно там ещё раз поднять какие-то, закручивать какие-то гайки, там, да, перестать платить, значит, какие-то обязательства. Но нужно заниматься развитием территории. Нужно заниматься развитием, расширением налоговых баз. Нужно создавать условия для тех, кто эти деньги зарабатывает. А деньги эти зарабатывает бизнес. Создателем национального богатства страны являются бизнесмены. Почему они являются золотым фондом? Понятно, что в этом золотом фонде есть, там, корявое золото, да, как бывает золото, там, с медью, смешанное золото, там, с серебром, там, разноцветное и так далее, и так далее. А национально не одного цвета. Но это люди, которые зарабатывают. Наша задача сделать так, чтобы на нашей территории эти люди чувствовали себя комфортно. Те, кто сегодня работают. И вот один из тезисов, который я пытался донести до правительства, заключалось в том, что нужно создать условия для собственного бизнеса на территории Кировской области. Когда собственный бизнес будет чувствовать себя хорошо, то к нам потянутся. Все будут говорить, посмотри-ка, как здорово вести бизнес на территории Кировской области. А пока же сложно говорить о наличии таких условий. Мне кажется, что пока крупный бизнес считает, что здорово вести его в других местах. В других местах, конечно, да. И вот вопрос-то не в том, что мы уговорим или не уговорим их вернуться, потому что такие попытки, вот я слышал, предпринимаются. Да, я об этом хотела Вас спросить тоже. Вопрос не в том, уговорим или не уговорим. Ведь уговоры – это как одноразовое процесс. А как это вопрос не в этом? Одноразовые процессы. Один Уралхим – это 2 миллиарда налога. Ну вот вопрос в том, что Уралхим придет, а потом через некоторое время снова уйдет. Понимаете, Уралхим – это вопрос в том, что мы уговорить-то можем один раз, но должны сделать так, чтобы у них никогда больше не возникало желания уезжать с территории области. Но сегодня-то мы видим, что не только у предприятий, у массы молодых людей возникает желание уехать с территории Кировской области. Понимаете? Вот в чем задача-то. Не один раз уговорить, конечно, ситуативно нужно уговаривать людей вернуться, вести бизнес на территории Кировской области ситуативно. Но стратегически-то нужно сделать так, чтобы у них не возникало никаких… Чтобы они не уезжали. Да, чтобы не возникало желание уезжать с территории области. Хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, взять этот же КССК, который зарегистрирован не в Кирове. Как Вы считаете, получится ли у Васильева уговорить, заставить, аргументировать, в общем, мотивировать их вернуть свой бизнес на территорию Кировской области? Без изменения условий, может быть, у него найдутся какие-то рычаги для того, чтобы вернуть, например. А рычаги это как, кулаком по столу стукнуть или это должны быть рычаги где-то в Москве? Ну, скорее всего, рычаги, которые могут их напугать. Тогда, наверное, да. Потому что, Вы поймите, Кировская область должна выигрывать конкуренцию между регионами по условиям ведения бизнеса. Но мы же не выигрываем пока. Мы же реально знаем. У нас достаточно серьезный пресс на бизнес. Причем на бизнес, у которого реально можно прийти и проверить документы. То есть, на бизнес практически прозрачный. А в других регионах есть такие ситуации, когда люди перерегистрируются и говорят, вот твоя сумма налогов столько, а дальше там твое дело. Вот столько платишь сюда и столько сюда. Никто тебя не трогает. Никто тебя не трогает. Нет, я не говорю, что люди там незаконную деятельность ведут. Просто никто не ходит и не трогает. Потому что ты ведешь реальную... Люди анализируют документы. Никто же не осуществляет такой пресс на клиентов. Компания направляет тысячу запросов тысячам клиентов. У компании вся деятельность приостанавливается. Потому что клиент говорит, у вас что, проблемы? Вас преследуют? Почему нам такие запросы приходят? Ну, вообще, любая налоговая проверка парализует деятельность предприятия на должное. Усложняет как минимум, а действительно, иногда и парализует. Иногда и парализует. Я не хочу сказать, что нет продвижек. Я хочу сказать, что есть продвижки с налоговой. Им нужно наверняка развивать какие-то методы, когда они по-партнерски откровенно могут вести. То есть, есть предприятия, готовые раскрывать сразу налоговикам, на любые вопросы давать ответ. Там есть вопросы принципиальные, когда налогики требуют за того брата еще заплатить. А тот брат, вот он живой, он просто налогов не платит, но он живой. Вот он ходит и говорит, да, я налогов не буду платить. С него берите, но с него не берут, потому что там сложно взять. Понимаете? То есть, есть такие вопросы. Но я хочу сказать, что есть подвижки в взаимодействии с налогами органов. Есть предприятия, которые доказывают. И хочу сказать, что к аргументам, к серьезным аргументам налоговые органы прислушивают. Ну и, скорее всего, в управлении, чем в инспекциях. Причем в инспекциях очень сложно доказывать. Ну, в Кировской инспекции тоже бывает, что возможно доказывать, когда действительно с серьезными специалистами сидишь и объясняешь ситуацию. Но это ведь не только налоговые. Там другие, как бы, у нас ведь контролирующих органов. Не одна налоговая контролирующих органов. Да, предельно много. Чрезвычайно много. Азиз Олеевич, я сейчас предлагаю уйти на небольшой перерыв. После перерыва мы обсудим коммерческие кредиты, которые собирается брать регион, чтобы покрыть бюджетные. Я напомню, это особое мнение Азиза Агаева, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Азиза Агаева, нашего постоянного эксперта, руководителя аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Азиз Олеевич, давайте вернемся к теме кредитов. Сейчас также в СМИ широко обсуждается тот факт, что наш регион собирается взять коммерческий кредит под 11%, чтобы погасить бюджетный кредит, не погашенный, под 4%. Вы видите в этом логику? Ну, логика заключается в том, что, так как у нас сейчас нет возможности взять бюджетный кредит, потому что не погасили предыдущий, логика заключается в том, что, чтобы восстановить свою репутацию заемщика, возвращающего деньги, правительство берет коммерческий кредит, возвращает его в бюджет, и потом получает возможность снова получить бюджетный кредит, может быть, в больших суммах и снова под низкий процент. То есть, бизнес и население, это чуть ли не каждый день делает в жизни. Вот сейчас мы оказались в ситуации, когда это должен сделать бюджет, у которого тоже не очень хорошо с деньгами. А вам это не напоминает какой-то такой порочный круг? Это будет порочным кругом до тех пор, пока у правительства не разработает ясный план зарабатывания денег на территории Кировской области. То есть, фактически, не будет думать о создании отличных условий для ведения бизнеса на территории Кировской области. А вот некоторые эксперты вообще говорят, что пока дают деньги, надо брать, потом, может быть, простят, может быть, еще что-то случится, или Раджа помрет, либо Ишак сдохнет. Ну, так говорят люди, которые, я бы сказал, что недобросовестные, не очень компетентные. Ну, что значит Раджа умрет? Ну, у тебя же есть обязательства. Понятно, если тебе простят, это будет прекрасно. Но у кого есть такая информация, простят или нет? А если у тебя долг зашкалит, то все шансы быть присоединенным, как бы обанкроченным фактически. Если я не ошибаюсь, в Минфина есть право ввести временную администрацию по управлению финансами на территории Кировской области. Будет ли лучше? Ну, это еще большой вопрос. Большой вопрос. Елена Ковалева, когда озвучивала параметры бюджета, она назвала его социальным. Больше 60% расходов из 40 миллиардов будут направлены на социальную сферу, 11,7 миллиардов на образование, 7,3 на здравоохранение, на социальное обслуживание 8 миллиардов. Согласны ли вы с тем, что это действительно социальный бюджет? Ну, да, я согласен, что это социальный бюджет. И я не говорю, что это хорошо. Это по факту так. Это по факту так. На социальный бюджет это плохо? Плохо в том смысле, что мы оказываемся в том порочном круге, о котором вы говорите. Но если пришли люди, которые говорят, что да, я берусь за управление этой территорией и этим бюджетом, значит, они должны найти выход из этого порочного круга. Они должны сказать, что вот я таким образом увеличу доходную часть бюджета. А как его можно увеличить при социальном бюджете? Значит, надо подумать, как сделать этот бюджет немножко несоциальным. Направить немножко, значит, свои усилия, еще раз говорю, на улучшение условий ведения по климатической деятельности. Вот насколько я... Причем очень часто это даже не вопрос денег. Понимаете? Это вопрос сроков. Это вопрос количества документов. Это вопрос избыточного давления. Вот очень часто о чем я отвечу. Ну вот, насколько я знаю, сейчас очень многие департаменты, простите, министерства, никак не могу привыкнуть к этому слову, занимаются тем, что срезают расходы. То есть не думают, где взять денег, а срезают расходы, чтобы влезть в бюджет. При этом режут какие-то социальные выплаты, меры социальной поддержки. Понятно, что, может быть, там были не очень большие деньги, но, тем не менее, у людей это заберут, им будет, ну, мягко говоря, неприятно. Что-то нужно людям вместо этих мер социальной поддержки предложить? Вы имеете в виду чиновников или просто население? Нет, нет, я имею в виду население обычных людей, которым там срезают меры соцподдержки. Ну вот, если населению срезают меры соцподдержки, то это чревато большими проблемами для населения. Потому что мы и так видим расслоение, обнищание большой группы людей. То есть это еще по ним ударит, да, дополнительно. Одно только то, что там, например, выделять там семьям на садик денежные средства, там, да, только при условии, если, значит, там доход... Это тринадцать тысяч девятьсот четырнадцать рублей. Да, то есть что такое тринадцать тысяч рублей? Доход на семью. Доход на одного человека, если я там не ошибаюсь, там, да? Да, доход на человека, пардон. И представьте себе, что вот семья молодая, там, дети погодки, там, двое детей, там, да, там, ну, два, три, три, четыре, четыре, пять, как угодно, там. Мама, естественно, не работает, потому что, ну... Потому что. Потому что, там, да. Или мама работает, но в условиях, когда у нее маленькие дети, мы представляем, как у всех у нас есть сотрудники, которые уходят на декрет и возвращаются с маленькими дебями. Мы знаем, как это все происходит, да. Работает папа. Значит, папа должен зарабатывать с учетом, значит, подоходного налога, из-за которого, значит, руководство области часто стучит башмаком по столу, да? Зарабатывает с учетом подоходного налога, например, сорок тысяч. Это ведь хорошая заработная плата, если человек получает такую заработную плату для Кировской области. Согласитесь? Но, учитывая, что средняя заработная плата у нас порядка двадцати шести, то сорок тысяч, это, наверное, хорошая. Ну, вот вычти из этого подоходного налога, получится там тридцать пять, да? Тридцать пять. А он уже к критерию нуждаемости, так сказать, не отвечает, да? Ну, почему тринадцать тысяч на член семьи? А, ну, ему будут. Ну, хорошо, давайте больше возьмем. Тринадцать на... Само по себе сумма тринадцать тысяч на члены семьи, это очень мало. Ну, я просто... Мой вопрос был немного о другом. Я говорю о том, что людям режут разные меры соцподдержки, да? Это не только компенсацию на садик, это другие компенсации. Может быть, там, эта сумма составляла, не знаю, триста рублей, пятьсот рублей. Ну, то есть, не принципиальные какие-то деньги, не бешеные деньги. Но людям ее срежут, и им будет все равно неприятно. А что-то людям нужно предложить взамен этих компенсаций? То есть, сказать, мы у вас режем сейчас вот это, потому что денег нет в бюджете, но мы вам дадим то-то, то-то, то-то. Идите в бизнес, сказал Медведев. Взамен. Хорошо, понятно. Ну, а вообще, вот, как вы думаете, все говорят, что 17-й год будет тяжелым, бюджет тяжелый, все министерства режут расходы. Что с нами будет в 2017 году? Я имею в виду с Кировской области. Будем жить. Будем жить. То есть, я ничего нагнетать не хочу, я единственное, чего хочу, чтобы правительство имело внятную программу экономического развития Кировской области. И обсуждало ее с предпринимателем. И обсуждало ее с предпринимателем. Потому что только это является залогом процветания Кировской области. Только это. В противном случае мы будем всегда вести себя, как бедные, нищие люди, ищущие в своих кошельках последние, там, собирающие последнюю мелочь. Вот то, что сейчас происходит. Это сбор последней мелочи в кошельках. То, о чем вы говорите. 100 рублей, там, 300 рублей, там. Это сбор последней мелочи в кошельках. Это плохой симптом. То есть, не этим должно правительство заниматься. Правительство должно заниматься развитием территории. И таким образом, чтобы бюджет поступало побольше доходов. Азиз Алич, а вот ваш коллега, предприниматель и депутат УЗС 4-5 Созывов Дмитрий Русских, очень часто в наших эфирах говорил о том, что правительство региона вовремя не смогло понять, что впереди тяжелые годы. И там начало реализацию дорогостоящих социальных, либо культурных проектов. Таких, как, например, космический центр. Как детей для... Пардон, лице для одаренных детей. В прознице. Что вроде как бы эти объекты, конечно, важные, но они нам не жизненно необходимы. И на них мы бы могли сэкономить и не загнать себя в такую долговую яму. Вот вы с такой постановкой вопроса согласны? Нет, я не согласен с такой постановкой вопроса. Я при этом не отрицаю право, так сказать, Дмитрия говорить. Не согласен почему? Потому что эти вещи направлены на будущее. То есть мы не можем сосредотачиваться на прошлом и вот на сегодняшней нашей нищенской ситуации. Мы должны думать о будущем. Потому что рано или поздно придет команда, способная управлять правильной экономикой. И у нас будут деньги. И в это время, когда у нас будут деньги, у нас будет космический центр, где дети могут развивать свои знания. В лице для одаренных детей, которые, ведь именно они потом дальше будут жить и строить прекрасное будущее. Я хочу быть пенсионером в стране, где дети всесторонне развиты, умеют отлично работать. Создают такую налоговую базу, чтобы правительство накопительную часть моей пенсии не отбирало, не замораживало. Да, накопительная часть пенсии – это отдельная боль. Да, и еще чего-нибудь у меня не отбирало. А то сегодня как бы все смотрится. Что бы еще забрать у людей? Что бы еще забрать? Не что еще дать, что еще сделать лучше, то, что из того есть. А что бы еще забрать? То медицину сделать платной, то еще что-то там. То подумать о том, что там кто-то озвучивает уже, что надо ли платить пенсии. То есть масса таких вопросов. Меня Бог миловал. Мысли о том, надо ли платить пенсии, я еще не слышал. Ну, поэтому я все-таки за то, чтобы такие объекты планировались, проектировались, строились. Потому что эти дети, в конце концов, это то, на которых мы можем в конечном итоге надеяться. Азиз Олегович, я благодарю Вас за эфир. У нас, к сожалению, с Вами вышло время. Вы сегодня какой-то очень грустный, ну, как мне показалось. Ну, да. Когда видишь, что происходит, и не очень до конца понимаешь, зачем это делается. И когда это не озвучивается, то возникает некая грусть и настороженность за свою малую родину, скажем так. Спасибо Вам за эфир. Это было особое мнение Азиза Агаева. У микрофона была Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания.